коллеги всем привет сегодня поговорим о катушке ариоби икусима про элти на которую я обновился со старой икусимы разберем детально с разбором что в ней нового и как она отличается от старой катушки какими решениями вот отловил я уже в принципе довольно таки достаточное количество рыбалок пусть частично вы их не видели но также вы их видели на моем youtube канале вот сравним посмотрим как она в ходу на данный момент поскольку и твич или воблеры с помощью данной катушки и понятное дело присутствовал и g также я хотел поблагодарить вас каждого из вас за то что вы на меня подписываетесь и разделяете мое творчество мне приятно то что вы его смотрите оцениваете и вам нравится мне это также нравится нас уже полторы тысячи плюсик больше и я благодарен каждому из вас за то что вы повторюсь еще раз меня поддерживаете и следующий мой шаг это конечно же две тысячи я буду безумно рад поэтому пожалуйста тех кто смотрит без подписки подпишитесь стараюсь для вас стараюсь быть полезным и интересным поэтому нажмите пожалуйста на подписку вам не сложно я уверен а мне будет приятно ну и да начинаем приступаем к осмотру катушки и так коллеги всем привет сегодня поговорим о двух типах катушек это две риоби 2 икусимы и 2 4 тысяч нам размере я обновился на новую провелки четырехтысячную это моя старая той которая работал ранее катушка у меня уже где-то больше двух недель прошла уже больше наверно 20 рыбалок и оставила меня довольно таки прекрасных прекрасных эмоциях подарила мне плавность хода у нее просто великолепная за ее цену я считаю то что в две с половиной тысячи это будет самый шикарнейший наверное результат по укладке шнура вот ее укладка новой проилки и вот старая но понятно можно подыграть бэкингом и выровнять но тем не менее новая укладывает идеально в ее ценовой политики нишимана не дай его к сожалению так шнур равномерно не уложит так что еще хотел бы сказать по поводу данной катушки то что люфтов у нее так и не появилась хотя при этом твичил и 100 110 не 130 воблерами но тем не менее мне интересно и я думаю вам будет интересно ее разобрать и посмотреть что же у нее внутри и чем она отличается от своей старшей версии древнейшей версии понятно то что здесь уже подшипников больше единственный плюс и удовольствие для меня это то что сохранили компания риоби сохранила эту полую дужку и оставила ее точно такой же то есть она не толще не тоньше именно точно такая же это я считаю большой плюс плюс минус там 7 грамм если как другие производители делают тоньше лесоукладыватель дугу лесоукладывателя но я считаю то что 7 грамм это не критичный вес поэтому пусть лучше будет душка полая и толстая но зато ты будешь знать то что с ней ничего не случится не погнется но теперь этап разбора то зачем мы в принципе собрались здесь так откручиваем фрикцион очень тонкий классно настраивается я уже ощутил и проверил вот эти пальцы не подлазит что же нас здесь уже встречает сейчас сразу сниму шпулю да не смотрите то что на старой версии шпуля пластиковая есть и металлическая просто использовал для перемотки старого шнура неважно под шпульным пространством у нас уже стоит вот такая вот резиновая уплотнитель резиновый уплотнитель для того чтобы лишняя влага не попадала на пакет фрикционов тоже она встречает старая кусиме ничего то есть открытый пакет фрикционов снимаем шпулю дальше нас встречает посадочное место шпули принципе немножко разные технологии не скажу то что это минус или это просто здесь ну понятно дело новее уже навеять технологии дальше все-таки интересует количество подшипников и где же они находятся скажу сразу то что у старая кусимы один стоит в ролике лесоукладывателя в новой на и кусиме аналогично здесь стоит подшипник сразу что касается внешних пока факторов кноп здесь несъемный и он без подшипника но и опять же шарнирная ручка которая фиксируется с этой стороны древним дедовским таким способом и древним таким болтом это что касается старой что касается новой здесь уже у нас цельно металлическая ручка с небольшим шарниром вот здесь которая вкручивается уже в главную пару поэтому люфты уже минимальны в данной катушки но это чисто как идет уже заглушка сквозное отверстие так что касается дальше сейчас разберу старую уже начал немного потерять этот процесс будет немного скучным поэтому изначально говорю сразу то что я его скорее всего ускорю так откручиваем майку снимаем снимаем ротор и встречает здесь нас именно уже роликовый подшипник здесь нужно быть осторожным поскольку вот здесь вот находится пружинка которую нужно не потерять так ну и далее мы так забыл с торца еще открутить 300 болтов который держит всего лишь носила это заглушку под ней скрывается вот пожалуйста еще один болт так скрывается болт 1 2 у нас свободном доступе и 3 находится именно под ротором вот здесь тут же и стоит резиновая такая простолка которая защищает попадание влаги в корпус так на сейчас откручу и вскрою уже крышку и так друзья старая кусима разобрана что же нас встречает 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 нас на главной паре подшипничек довольно таки внушительного размера здесь регулировочная шайба для того чтобы поджимать главную пару соответственно не буду раскручивать и вот здесь стоит подшипник это два вот он третий единственное то что не стоит подшипник на самом пиньоне вот здесь так но и 3 4 то что говорил это вот здесь 1 2 3 4 и здесь же здесь же спрятан роликовый сейчас доберусь до него и покажу так коллеги вот здесь за пластиковой втулкой для того чтобы не вытаскивать пружинку со штоком вот здесь спрятан именно уже роликовые подшипник в стакане вот и закрывается вот таким вот седлом для подшипника который уже непосредственно стоит на пиньоне сейчас его поставлю сразу вот единственное то что вот здесь не поставили подшипник с завода то есть вот этот вот часть вот этот пиньон вот здесь подшипника нет но тут довольно таки по старым меркам толстый корпус поэтому выработки там быть не может сейчас приступаем к новой катушки и посмотрим чего же где же стоят подшипники там штопорный винт открутил откручиваем гайку и и снимаем понемножку ротор да ротор значительно легче конечно чем старый ладно здесь уже влагозащита полноценно стоит резинка по кругу дабы защитить от влагозащита влаги внутренности катушки сейчас скроем вот эти вот пять винтов и посмотрим на ее внутри да забыл сказать откручиваем декоративную накладочку вот здесь и находится скрытый еще один болт так открутили и поддеваем немного резинку нашу влагозащиту и у нас открывается доступ уже непосредственно к внутренностям нашей катушечки уа какая красота подшипник стоит здесь в главной паре вытаскиваем меньше стоит здесь аналогично смазки довольно таки достаточно также по принципу и старые куси мы такое же коромысла только у нас уже стоит подшипник еще один здесь и если можно увидеть вот на пиньоне стоит также маленький подшипник то бишь здесь один, второй, третий, четвертый в ролике пятый в кнопе шестой это такой вот будет обзорчик по поводу данной катушки дальше разбирать нет смысла поскольку очевидно то что здесь стоит еще один подшипник вот такая вот начинка не знаю смысл есть смазать нет но я считаю я думаю то что нет смысла смазать катушку не еще он присутствует заводская нормальном количестве смазка так друзья но теперь процесс сборки я думаю в принципе вам будет уже неинтересно по поводу его соберу и дам окончательный свой вердикт по поводу катушки итак коллеги катушки собраны одна и вторая и какой вердикт я могу сделать так как отловил и этой и этой уже довольно таки приличное количество рыбалок давайте начнем с новой катушка действительно очень крутая мне безумно понравилось комфорт в рыбалке присутствует намотка шикарная плюс комфорт из-за подшипников увеличился и улучшился поскольку здесь больше но и порадовало то что здесь уже как ни картину влагозащиты у катушки гораздо больше поэтому если стоит вопрос приобретение брать или не брать берите не пожалеете я не пожалел ни разу что касательно катушки которые уже безумное количество лет ей место быть на рынке она мне также нравится я ее продавать не буду она мне просто это мой первый экземпляр довольно таки хорошие катушки поэтому она будет у меня как второй запасной вариант либо же на втором спиннинге стоять для твича будет идеально либо для фидера поэтому что это что это своих денег стоит но если стоит выбор между этими двумя покупайте новую не пожалеете просто шикарная надеюсь вам обзор мой понравился комментируйте давайте проведем какие-то дискуссии где что непонятно или понятно задавайте вопросы ставьте лайки подписывайтесь но с вами я прощаюсь поэтому счастья здоровья любви и удачи всем пока